здравствуйте друзья я сегодня немножко подежурю по америке сегодня вторник 21 сентября что у нас тут на подходе на подходе у нас буквально сегодня федерал резерв банк должен сказать такие они до повышают или или не повышают ставку процентную и это как бы сказать мута тошная тема вот наверное уже скоро год ну почти год близко к тому висит в воздухе потому что они в декабре прошлого сказали что в этом году в 16 2016 они ожидают 4 повышения и осталось у них вот сейчас вот и там еще через два месяца но в общем где-то в декабре да значит и не так много у них возможностей но поскольку они очень осторожны и они учитывают факторы риска а за это время случился еще брекзит который там найти как ну в общем что-то такое они в прошлом декабре себе думали что потом видимо оказалось не тем что они ожидали во всяком случае каждый раз как этот самый фед собирается а я нас хочу достали они реально каждый раз как они собираются ближе к делу значит там вылезают десятки говорящих голов и каждый этом свою сторону уже лучше уже уже подняли бы уже я не знаю ну и все ну ну что ж так то и они на самом деле привносят некоторую лихорадочность в жизни ну вот как бы финансовой системы в целом и там фондовых там и я не знаю и стак маркет и так в общем вот вот какая-то нервозность от них происходит и вот это все ходят люди думают на эту тему и читать это уже практически невозможно потому что каждый раз там одни говорят сейчас поднимут другие сейчас не поднимут третий говорят посмотрим в итоге они опять не подняли снова сейчас все думали но не все многие думали что вот сейчас может быть поднимут в сентябре вроде данные все хорошие а там по имплойменту там потому посему но всегда вы знаете когда идут данные экономические то одни получше другие похуже то есть всегда есть повод сказать что не очень растет даже когда растет есть повод сказать что не очень падает когда падает в общем такая какая-то мутата вот сегодня они там скажут склоняются люди к тому что ну как бы когда оценки там сравнивать склоняются к тому что 20 процентов шанс что поднимут сейчас а в декабре так уж наверное точно поднимут вот значит ну опять мы ничего не знаем из сегодняшних новостей с утречка две совершенно замечательные есть которые мне понравились хотя первое еще вчера было значит первая новость она была такая какая-то сначала незаметник так шла она собственно и сейчас никто особо не муссирует но тем не менее папа буш вот тот тот баб тот еще тот буш до который таки до папа сказал что голосовать будет за клинтон то есть президент республиканец сказал голосовать буду за клинтон он не первый такой который отказался поддерживать значит трампа но на этом уровне да то есть мы знаем что мид ромни тоже который был вот он баллотировался на должность президента выбирался не выбрался но много высокопоставленных республиканцев их тошнит с этого дела но вот тем не менее я думаю что их от обоих тошнит конечно но им за свою партию обидно за чужой им не так теперь значит вторая новость состоит в общем проводили опрос среди людей которые хорошо зарабатывают хорошо зарабатывают это люди от 100 тысяч и выше зарабатывающих значит это не имеется ввиду супер богатые сильно богатые там на другом уровне все происходит но вот относительно зажиточный народ которого много это не то что там один процент от всех избирателей нет нет их их есть какое-то количество значит вот вот эти люди значит кому они отдают предпочтение и вдруг выяснилось самым неожиданным образом что вот эта группа которая всегда пятидесятые шестидесятые семидесятые восьмидесятые и девяностые они всегда поддерживают республиканцев и например мид ромни до который не стал президентом на этой группе имел очень большое преимущество вот по сравнению с допустим с обамой на выборах двенадцатого года и вдруг эта группа сейчас отдает предпочтение клинтону почему они всегда голосовали за республиканцев и как бы склонялись к республикам сам это понятно потому что налоговая политика демократов такая что богатые должны платить за бедных и если супер богатые к этому относятся проще они как ну да чтобы жить в хорошей стране надо платить что делать вот то люди которые как бы сами зарабатывают они в меньшей степени склонны платить за тех кто не работает ну то есть одно дело люди которые там не могут больные инвалиды это понятно но когда вот эти вот которые у нас много вот они как бы не хотят им это не нравится вот налогообложение причем надо сказать что когда мы смотрим на налоговую политику но предлагаю налоговую политику трампа который очень интересно он обещает понижение налогов всем категориям то есть те кто мало зарабатывает вообще освободить из налогов тем кто много зарабатывает понизить и вообще вот как бы все кто есть все будут платить меньше налогов такая замечательная политика этот откуда деньги возьмутся непонятно но вот так значит клинтон она прямо говорит на те кто богатые пусть платят еще пусть платят еще пусть платят и еще пусть плать и тут есть тонкость одна состоящая в том что люди которые получают 100 тысяч и выше это как правило люди более образованные профессионально это врачи это адвокаты это менеджеры такие поприличнее да там не не в офис дипа так вот повыше и это люди которые в общем-то кое-что в жизни понимают обычно и они понимают что любые деньги которые попадают в government ну в виде налогов они там разбазариваются это не те деньги которые будут потрачены там для страны для народа там и так далее то есть не то что вот теперь денег жалко а распозаривать жалко на хорошее дело может быть скинулись бы и словом никто не сказал она так вот надо такое но так вот эти люди сегодня значит боль в большей части ну там там не безумный перевес там что-нибудь 46 процентов против 42 процентов но тем не менее они всегда были большинстве то на той стороне так вот они сегодня на на стороне клинтон с ее налоговой политикой вот такая интересная штука то есть не потому что имеете вдруг захотелось больше налогов отдать там кому-то нет но вот они смотрят вот на 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 то что там есть и и понимают что хуже будет люди которым есть что терять моё такое моя этот этот люди которым есть что терять боятся как бы хуже не было одно делать атакс немножко больше возьмут уже хрен с ним но страшно все потерять понимаете вот поэтому эта группа риска то есть случись чего те кто хорошо зарабатывают это самое что ни на есть группа риска а лишь на unemployment benefit это не отсидятся они начнут терять свою недвижимость знаете за нее платить надо много и так далее это самая самая группа риска на случай каких-то вот экономических катаклизм бедному то чё ой в общем такая вот интересная у нас ситуация но сказать что выборы в некотором смысле достали то есть постоянные какие-то спекуляции 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 выступают разговаривать и поначалу даже как-то было занятно ну то есть действительно цирк такой шапито там каждый день какой-то новый номер и с другой стороны если каждый день ходить цирк то устаешь ну сколько там этих акробатов сколько там этих там дрессировщиков вот и осталось буквально там ну одно мероприятие серьезное такое как бы которое как правило существенно влияет на настроение в стране это дебаты вот будет три тура и ну должно быть три тура мы не знаем тут так цирк такой знаете сложный должно быть три тура и первый тур первый раунд 26 сентября буквально через несколько дней и и мы мы посмотрим значит очень многие ждут большого представления большого цирка потому что когда такие два клоуна выходят на арену давайте можно ожидать чего угодно ну точнее один может быть так больше больше производит ожиданий да ну посмотрим так вот это первое и второе тут так много разных неожиданностей прямо даже не знаешь когда что где чего вдруг проявится вот например сегодня я прочитал о том как о том как трамп с одной из своих черитис то есть благотворительных организаций если какая-то благотворительная организация но он профит так он с этой со счета этой благотворительной организации заплатил 258 тысяч в settlement settlement это когда мера мировое соглашение можно так сказать мировое соглашение вот он в этот settlement заплатил 258 тысяч не денег со своего личного счета со счет а вот этой самой благотворительной организации и это все с документами там это с чеками прям все так значит опубликовано то есть я хочу сказать миллиардер миллиардер понимать а вот даже такой смешной суммы не брезгует вот так что господи я я не то чтобы хочу сказать что клинтон нас сильно честно такая вот и правдивая женщина но но этот да не лучше как бы такая вот история значит в общем поэтому ждем ждем новых событий я думаю там еще у них в загашнике припрятано в рукавах у наших факиров там еще много места чем-то накидают поглядим вот но честно сказать уже меньше двух месяцев осталось 8 ноября в светлый праздник октябрьской революции понимаете они вот устроили свое это значит действо демократическое но это кто помнит конечно кто помнит да сейчас молодежь небось и не знает ну да ладно хорошо что не знает подождем осталось меньше двух месяцев и я уже жду не дождусь когда все это кончится потому что честно сказать надоели они нет нету сил так что даже вот когда мы делаем с вами трансляции вот эти субботние если раньше все спрашивали там каждый раз десять человек спрашивали там вы за кого или кто победит сейчас уже даже перестали спрашивать вот даже наша аудитория настолько присытилась вот всей этой лабудой что потеряла интерес вот вот друзья а это все вместо того люди увлекаются чтобы там детками заняться или там спортом или пойти покушать здоровой пищи какой-то там вот или там комедию сказать веселую для настроения они вот увлекаются да хорошо значит давайте что ли камеру перевернул а то мы так с вами не поздоровались вот так камеру перевернем ждем ждем я уже честно говоря лично уже думаю ну хрен с ним я конечно в большей степени опасаюсь трампа как человек которому есть что терять да я как бы я думаю минимум минимизации потерь поэтому я уж думаю уже хрен с ним было боже на клинтон но честно говоря я уже настолько устал от этого всего дома ну хрен с ним пусть будет трамп в конце концов как народ вот там ну какой соберется значит и решить кого больше они не любят да вот так что вопрос такой кто кто нынче превалирует количественно значит образованные или не образованные значит если образованные победят значит будет образованы там белые цветные там разные или не образованные белые вот кто кто возьмет верху той будет так что есть интересная статистика про какие группы населения поддерживают какого претендента вот значит те кто моложе 60 вот те они на клинтон стороне а вот те кто 65 и старше они например за трампа больше склоняются к трампу как интересно то есть люди которые помнят светлые там 60 да это люди меня вот на пять лет старше на 10 лет старше так далее вот они помнят 60 они помнят может быть даже 50 и кто-то из них вот я и он им обещает вернуть страну туда а как вот им хочется не знаю почему им так хочется да ну той страны уже нет и не будет больше так что не знаю черные доминирующие там типа 80 процентов за хиллари как вы понимаете ну и там дальше много разных групп но вот возраста помоложе рабочего возраста люди они все-таки больше на стороне на стороне хиллари белые больше так вот как группа они больше за трампа немножко больше за трампа но преимущественно за счет вот белых не образованных белые образованные больше больше туда больше на стороне клинтон так что я думаю что эти выборы они если так более серьезно на это смотреть не то что цирк а допустим кто оплатил там что за зрители какие номера им нравится и так далее я думаю вот эти выборы позволяют лучше понять америку понять население понять чего же реально достало людей и я очень надеюсь что следующие уже выборы будут но как-то более адекватные ситуации тем проблемам которые накопились которые все-таки нужно решать вот я здесь уже там 26 лет почти и я что-то не видел чтобы серьезные проблемы здесь решались вот скажем поднимаются проблемы да вот иммиграционная поднимается но не решается там здравоохранение поднимается но не решает обама керр это не решение то же самое там с границами которые держать или не держать и ну и так далее образование тоже интересная проблема денег вот можно утроить сколько туда идет и все в прорву почему нас образование это прорва вот это очень интересно то есть вроде работ много для образованных образованных не хватает из индии вот везем так что очень очень много накопилось вопросов поэтому уже я надеюсь что вот вот этот бардак который показывает насколько страна не доверяет вот этим партиям их руководству я думаю это должно создать какой-то встреч какое-то встречное движение так так мне кажется есть опасения у меня лично все таки я я за то чтобы в стране было там ну ну хотя бы две партии уж там но не одна же вот поэтому есть например опасения что приход трампа приведет к тому что в республиканская партия перестанет существовать вот вот у нас пропадет этот баланс то есть то что он натворит практически и или их расколет или их выведет из игры на очень долгое время и так далее то есть это не исключено то есть я думаю что те высокопоставленные республиканцы которые отмежевывают от этого всего и не хотят с этим иметь дело они как бы ну во первых у них есть убеждения какие-то во вторых они понимают что к чему это все идет и не хотят за это быть ответственными не хотят чтобы лично на них это все было поэтому такая вот история но есть статистика партийные поддержки то есть вот избиратели которые традиционно голосуют за республиканцев избиратели которые традиционно голосуют за демократов значит и те и другие поддерживают свою кандидата своей партии где-то в районе 80 процентов то есть 80 процентов на этой стороне и 80 процентов на той стороне ну плюс-минус там процент другой то есть в этом смысле как бы партийные ряды сомкнулись и мы не видим чтобы там скажем много республиканцев вдруг перебросилась или отказалась поддерживать то есть массы там там где были всегда то есть для них там это просто кандидат республиканской партии за которую они всегда голосуют то же самое хилы и так далее так что ждем с счастливым дежурство складываю себя до следующего раза